Разметка на перекрестке между поселками Поляна и Ворский выглядит как несколько маленьких лежачих полицейских белого цвета. На трассах такую шумовую полосу обычно размещают вблизи опасных изгибов дороги перед перекрестками. Мы узнали, удобна ли такая разметка рязанцам и гостям нашего города. То, что она выпуклая, да, конечно, мешает. Я думаю, что там внедорожникам все равно, а на такой резине я прям ощутил, как бы по лежачим полицейским проехалам. Она удобна, когда на скорую сидешь и засыпаешь ночью, я думаю, да. А вот так вот на самом деле по подвеске бьется хорошенько. Надо было лучше мост сделать, ловчей бы, как говорится, а то как по стиральной доске едешь, а это запрет, все можно сделать, а ты сделаешь, как говорится, дорогу. Разметка на перекрестке между поселками Поляна и Ворский должна оповещать водителей о непреднамеренном уходе автомобиля с полосы. Когда машина попадает на такие полосы, его подвеска начинает вибрировать и создает на кузове ощутимую тряску, которая и предупреждает водителя о приближении к опасному участку. По сути, это несколько очень маленьких лежачих полицейских. Как информативно удобно, для машины не очень. Все сотрясается. Перечная разметка, если о ней говорить, смысл в ней особо я не вижу, там и так было. Три полосы, зачем еще пять, непонятно. Ну, это хороший вариант для трассы, это хороший вариант на самом деле. Потому что, когда, особенно для дальнобойщиков, кто ночью ездит, кто путешествует по ночам, удобно. То, что сразу проснешься, однозначно, потому что удары такие хорошие. Кроме этого нововведения, на Солочинском мосту сделали еще одно. Развернули камеры видеофиксации на мост. К такому приему водители отнеслись так. Ну, я не знаю, я думаю, что правильно сделали ограничение скорости. В какую сторону камера смотрит уже не так важно. По Солочинскому мосту там надо сделать нормальное покрытие, а не ограничивать скорость. А не скользкое покрытие полимерное, на котором, как по льду едешь. Камера стреляет вслед за машиной. И как бы человек, когда едет, он будет дольше держать меньшую скорость. А покрытие на мосту, конечно, ужасное. Лучше его, конечно, переделать. Когда отремонтируют покрытие Солочинского моста, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».